Реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций предложил генеральный секретарь ООН на саммите Большой Семерки в японском городе Хиросиме. Антонио Гутерриш подчеркнул, что Бреттон-Вудская финансовая система, которая создана после Второй мировой войны, не смогла выполнить свою основную функцию глобальной системы безопасности перед лицом экономических потрясений от коронавируса и ситуации в Украине. Поэтому, по его мнению, пришло время усовершенствовать эту систему. По сути, речь идет о перераспределении власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира, добавил глава ООН. О других новостях в мире в нашем международном дайджесте. Греции. Праволиберальная партия «Новая демократия» во главе с премьер-министром Кириакосом Мицатакисом уверенно победила на парламентских выборах, набрав менее 40% голосов. Это дает ей 145 мандатов, что чуть меньше абсолютного большинства в 300-местном парламенте Греции. Левая партия Сирии, за которую партию Мицатакис отстранила от власти по итогам прошлых выборов, на этот раз набрала всего 20% голосов. Сегодня президент Греции должна предложить премьеру сформировать коалиционное правительство. Однако эксперты предполагают, что Мицатакис предпочтет довести дело до еще одних досрочных выборов, чтобы получить уже абсолютное большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство. Тем временем на севере Италии более 300 оползней сошли в результате разрушительного наводнения. Около 500 дорог закрыты. Нынешние наводнения в стране назвали сильнейшим за последний век. Реки Междоремини и Болони вышли из берегов после ливни. По последним данным, 36 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. 14 человек погибли. Один считается пропавшим без вести. Местные СМИ сообщают о нехватке питьевой воды и продовольствия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила пострадавшие от наводнения района. Из-за ситуации в стране глава правительства покинула саммит «Большой семерки» в Хиросиме на день раньше. В Маниле сгорело центральное почтовое отделение. На кадрах видно, как огонь и густой дым вырываются из окон здания. Пожарные объявили высокий уровень тревоги. На месте происшествия работали несколько десятков сотрудников. Спустя 7 часов пожар взяли под контроль. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока тоже неизвестны. Это неоклассическое здание было построено в 1926 году. Филиппинский национальный музей объявил его важным культурным достоянием. В Центральном почтовом отделении сосредоточена Филиппинская почтовая корпорация и Государственная почтовая служба.